Мира вам, дорогие мои друзья! Я хочу сегодня ответить на очень сложный вопрос, очень простым ответом. А поскольку мой ответ будет очень простым, то не ждите там глубины богословия, не ищите в нем пространных цитат Святых Отцов, а просто постарайтесь уловить суть. А этот вопрос заключается вот в чем. Если Бог благ, если Бог есть любовь, то почему существует гиена огненная, ад, адские мучения? Ведь изначально Бог знает, что часть людей пойдут в эту муку вечную. И, конечно же, мы не можем говорить, что Бог предопределяет нашу судьбу. Иначе бы, если бы все в нашей жизни было предопределенно, то какой с нас спрос и какое, в общем-то, наказание, если все свыше? Не все свыше. Но Бог устроил так, что каждый человек является сотворцом Богу, самого себя. То есть Бог творец и человек творец. И человек творит не только что-то в земной жизни, но и себя созидает. Бог сделал так, что дает нам какие-то изначальные данные. А вместе с тем, каждый из нас должен достичь некого совершенства, некой цели, который сам по всей жизни своей идет. Во-первых, человек должен определиться в своем направлении своей души к небу, к земле и так далее. Во-вторых, человек сам определяется. Я хочу быть таким, лживым или правдивым, ленивым или трудолюбивым, добрым или эгоистичным, злым и так далее. Этот человек сам для себя решает, каким я хочу быть. Ну и потом послушайте, как замечательно сказал апостол Павел, когда выступал в афинском ариапаге перед язычниками, говоря им о том, что они знают много богов и даже чтут неведомого бога. А вот о нем-то я говорю и хочу вам рассказать. И послушайте дальше, куда его мысль ведет. «Од одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас?» Посмотрите, Бог создал человека и расселил людей по земле от одной плоти и крови, от Адама, то есть, для того, чтобы люди искали Бога. Мы здесь, в земной жизни, для того, чтобы искать Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он, говорит, недалеко от каждого из нас? И вот человек сам определяется. Или он Бога ищет, или он ищет чего-то земного. И вот эти цели он себе сам выстраивает и к ним идет. И к концу его жизненного пути он должен определиться. Он должен сделать выбор свой сам. Хотя, повторяю, много есть данностей, которые от Бога, когда нам родиться, в каком виде, какие дарования у нас изначально заложены, какие условия жизни, и так далее, и тому подобное. Но в конечном итоге каждый из нас сам отвечает за свою душу. И, в общем, поэтому понятно, что Бог, в общем-то, дает нам некую свободу. И от этой свободы, от нашего выбора, наша участь вечности и зависит. Однако, повторяю, возвращаюсь к началу, к вопросу. Но Бог же знал, Он знает, что часть людей в погибель пойдет, в мучение. Как же это с Его благостью сочетается? Ну, как это может быть, если Бог благ и любит всех? Ну, значит, надо как-то там, я не знаю, пресечь, может быть, жизнь этого человека или там где-то подстегнуть его. Господь и так и пресекает, и подстегивает, и вразумляет, и много-много делает для нашего спасения. Но в конечном итоге человек выбор делает сам. И вот знаете, если человек какой-то выбрал жизнь в подвале, и вот он там прожил всю свою жизнь, то ему выбраться на свет будет мучительно, мучительно больно для его глаз. Он просто испытает боль при виде света. Ему там, в подвале, где, в общем-то, плохо. Мы же понимаем, что это не жизнь, но ему там лучше. Или вот представим себе, а надо сказать, что страдания человеческие или его блаженство все-таки это более душевное состояние, чем телесное. Мы же понимаем, что душа важнее тела, и душевное, оно все выше телесного. И хотя человек будет в вечности по воскресенье обладать телом, но тем не менее главным будет наше душевное состояние. Вот представим себе такую картину. Вас позвали на какой-то пир, скажем, свадьбе у кого-то, радость. Но в этот самый момент вы получили телеграмму о том, что у вас случилось большое горе с вашими родными. Ну, допустим, там близкий человек умер, рухнула там крыша, дом обрушился, все сгорело, дети погибли. Ну, не буду фантазировать, представьте себе такую гипотетическую картину. Горе случилось с вами. И вот вы находитесь на этой свадьбе, на этом перу. Вам будет там хорошо? Нет. Всем там хорошо, всем радостно, но ваше состояние души таково, что чем больше веселье вокруг, тем вам будет там тяжелее. Там будет тошно вам от того, что всем хорошо. Почему? Не потому, что вы злы, а потому, что состояние души не соответствует этой внешней атмосфере. В этот момент состояние души таково, что вам нужно уединение. Вам нужно где-то поплакать, погоревать, подумать, помолиться. Вам надо выйти оттуда. Вас никто не изгоняет из этого, скажем так, райского брачного пира. но вам там будет неуместно находиться. Просто потому, что состояние души вашей не отвечает той атмосфере, тому окружению, которое вас там будет ожидать. И вот получается так, что Бог никого не изгоняет, но человек сам по результатам своей земной жизни будет иметь такую душу, что там, где радость и блаженство с Богом, ему будет нехорошо. И хотя все понимают, что во тьме хуже, но состояние души будет таково, что во тьме, скажем так, в аду, этому человеку будет легче. Вот поэтому-то у многих святых отцов, я уже даже точно не помню, если сейчас попытался где-то поискать в интернете, но нашел чаще ссылки на Иоанна Златоуста, а многие святые отцы об этом говорят, потому Бог и благ, что сотворил гиену, что сотворил ад. А Иоанн Дамаскин сказал, что от нашего, от нашей способности воспринять блаженство, благодать Божию и зависит состояние нашей души. Если мы способны воспринять это, усвоить это, присвоить, прочувствовать, насладиться этим, то нам это будет открыто. А если мы не способны, то не Бог от нас забирает райское блаженство и радости, а просто мы будем не способны наслаждаться. В Евангелии от Матфея есть замечательные слова, которые сказал Господь о тех, которые оказались недостойными быть одеснуя Его. Смотрите, Он говорит, идите от Меня, проклятые, во огонь вечный уготованы дьяволу и ангелом его. Огонь вечный не для людей создан, ад не для людей, а для дьявола, для его падших ангелов, не для человека. Но если человек сам избирает для себя быть не с Богом, а с дьяволом, то его свобода, его богодарованная свобода, это неотъемлемое его право. И даже Бог не может посягнуть на тот дар, которым наделил человека, на дар его свободы, на дар его выбора. Вот человек решил так. И Бог говорит, ну, раз ты так решил, значит, так тому и быть. Вот я недавно специально открыл люк водопроводный, и оказывается, знаете, там во тьме и в сырости есть своя жизнь. Там какие-то мокрейцы бегают, ползают, там слизни, слизняки, какие-то тараканы. Вот там плохо, но их жизнь проходит там. И если два слизняка оттуда вытащить и на солнышко, то на солнышке ему будет плохо. Вот смотрите, такая картина, мне кажется, очень живописная. Она очень хорошо открывает нам ответ на вопрос, почему некоторые окажутся в аду, и там в аду им будет лучше, чем в свете и в блаженстве райского пребывания с Богом. Представьте себе, что человек стал слизняком. У него есть еще память о том, что он человек, богоподобен и способен к радостям райским. У него это еще есть, но уже он слизняк. И памятую то, конечно же, он будет переживать страдания, мучения, что оказался в этом колодце, и вся его жизнь будет там, во тьме, в сырости, с тараканами, с этими мокрицами. Но вместе с тем ему пребывать на свете, на солнышке будет невозможно. Вот там он может жить, а там просто не в состоянии будет. Мне кажется, это простой и весьма доходчивый, понятный ответ на очень сложный вопрос философский, богословский, жизненный вопрос, почему существует ад, если Бог благ. Вот, братья и сестры, чем я хотел с вами поделиться такими размышлениями. Благослови Господь. всех, Господь.